Игры победителей Это на самом деле один из наших любимейших проектов Потому что он родился из больничного волонтерства Идея принадлежит больничным волонтерам в городе Москва Есть наш дружественный фонд «Подари жизнь» И вот именно волонтеры этого фонда придумали игры Когда они поняли, что все дети, которые приходят через их сердца и руки в больнице Они потом не имеют возможности видеться с ними после выписки И вот идея собрать ребят, которые закончили лечение Которые находятся в длительной ремиссии Тем, кому разрешают врачи принять участие в спортивных состязаниях Не профессионального спорта, но спортивных состязаниях для детей Собрать их под одной крышей Это как раз была идея И если не память, не знаю, 2010 года Как раз огромные, большие межрегиональные игры проходили в Москве Наши дети Пермского края начали посещать эти игры с 2012 года И в 2018 году организаторы дали такую возможность зарегистрировать те регионы Которые хотели бы проводить у себя игры И мы с радостью подхватили эту идею Потому что мы безумно любили игры Это праздник спорта, это праздник жизни Потому что после истории болезни начинается история побед И мы, конечно же, поддерживаем ребят в этих начинаниях И в 2018 году прошли первые наши региональные игры В Красаве, в доме спорта Красава И это было такое очень милое, очень теплое, очень дружественное мероприятие На котором собрались наши ребята И вот уже получается третий очный этап Два года мы в пандемию проводили его заочно Мы приезжали детям прямо к ним домой Мы приезжали в Кунгур, в Березняки, в Лысьеву, в Соликамск И в разные другие города Для того, чтобы во время разобщенности Когда мы не могли собирать детей всех вместе Мы с волонтерами, с организаторами Прямо к ним домой приезжали И проводили у них небольшие соревнования Чтобы они почувствовали, что игры продолжают жить И вот первый год после пандемии Мы провели этот этап в Сухарево И это, конечно, был настоящий праздник Мы были безумно рады всех видеть очно Мы очень много обнимались со всеми Родители были очень рады приехать Потому что это та ячейка, как бы те ребята С которыми они вместе проходили тяжелые испытания И родители между собой дружат И дети между собой дружат И как раз игры им дают такую возможность Еще раз пообщаться и наполниться новыми эмоциями Новички появляются среди участников? Или это все те, кто каждый год уже влюблен в игры И приезжают участвовать? В этом году как раз было много новичков Это мы связываем с тем, что не было два года очного этапа И, конечно же, мы многих обзвонили Те, кто проходили в фонде по другим программам Тем, кому мы что-то оплачивали Либо за них делали какие-то обследования Мы прямо дозвонились до этих родителей Сказали о том, что такой этап есть О том, что такое событие есть И не нужно быть спортсменом У нас легкие дисциплины Это шахматы, это футбол Это ходьба и бег 60 метров Это настольный теннис И шестая дисциплина Это стрельба из винтовки Поэтому электронная стрельба И это легкие дисциплины В которых может проявить себя каждый И почувствовать успех Почувствовать возможность Что я могу больше, чем мне казалось Вот это очень важно И мы рады, что мы привлекли в этом году Больше 50% детей у нас было Это были новенькие Это классно А вообще, кто может стать участником? Как узнать, как попасть в игры победителей? Вот для того, чтобы зарегистрироваться уже на будущий год Мы, конечно же, сейчас можем сказать То, что если мы с кем-то не знакомы из ребят Кто находится в Пермском крае Мы зовем всех ребят, кто проходил лечение От онкологических заболеваний, проживающих в Перми В Пермском крае То можно написать нам В наши любые социальные сети И мы вас на будущий год уже зарегистрируем Но, как правило, мы практически всех знаем Поэтому бывает такое Когда ребенок лечится, допустим, в Москве Либо в Санкт-Петербурге Или в Тюмени Если там такое сложное заболевание головного мозга Бывает, что ребятки у нас лечатся в федеральном центре в Тюмени Вот они могут не проходить через нашу базу Пермских онкологов И вот, находясь как бы на учете в других клиниках Мы как раз можем их подхватить И с радостью примем нашу большую семью Можно ли как-то заранее готовиться? Вот вы перечислили 6 дисциплин Можно ли готовиться? И если да, то когда начинать? На самом деле, красной нитью игр идет здоровый образ жизни Когда ребята заканчивают лечение И родители зачастую ставят на них очень много ограничений Тебе нельзя бегать, тебе нельзя прыгать Во время лечения было И это же продолжает ограничивать ребенка Уже когда он закончил лечение Когда вроде бы ему кажется, что уже можно Поэтому игры во многом помогают нам показать И успокоить в том числе материнское сердце Что ребенок может больше, чем ты думаешь И у ребенка появляется стимул Если он, допустим, в субботу пробежал на серебряную медаль И занял второе место в беге на 60 метров То у него появляется желание А можно я в следующем году чуть-чуть потренируюсь И пробегу на золото? Конечно же, мы его поддержим, чтобы у него это было Была такая возможность Сейчас даже бывает такое, что у нас во время подготовки к играм Мы договариваемся с некоторыми секциями Даже в региональных муниципалитетах Чтобы помогали ребятам готовиться И тем самым прививаем им здоровый образ жизни Поэтому готовиться нужно, готовиться можно Все под наблюдением врача Естественно, всегда дети проходят комиссию Для того, чтобы участвовать в играх Но важно дать им понять, что ты можешь больше И соревнуешься ты не с соседом по дорожке Соревнуешься ты с собой И мы тоже им это проговариваем Поэтому в конце дорожки всегда стоит волонтер Который встречает тебя, обнимает И говорит, какой ты молодец И только ты молодец Не потому что кого-то обогнал А потому что сам это сделал Вот вы сказали, что уже можно начинать готовиться Когда планируются следующие игры победителя Есть ли уже какое-то представление о будущем? Да, мы традиционно проводим это Либо поздней весной, либо в начале лета Поэтому я так предполагаю, что у нас такая дата и останется В этом промежутке Но обычно мы будем знать уже точно В начале декабря, мне кажется, мы уже будем знать эту дату Может быть даже чуть раньше Потому что дворцы надо бронировать спорта заранее Если кто-то сейчас захочет принять участие Можно ли уже заявиться? Если да, то как? Расскажите Да, можно написать нам в социальных сетях Либо позвонить нам 294-5252 Либо зайти к нам на сайт И оставить заявочку, что мы хотим принимать участие в играх победителей Мы вас точно не потеряем У нас этим занимается наша команда Лиги чемпионов Поэтому там коллеги всех учтут и обязательно пригласят на будущий год Спасибо большое, Татьяна, за такую полезную информацию И за это интервью Напомню, что сегодня о региональном этапе Всемирных детских игр победителей Мы говорили с Татьяной Голубаевой Директором благотворительного фонда «Берегини» Спасибо вам Спасибо 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 Спасибо